Бельгийские туристы А и в дыхании они готовы часами оставаться без движений, чтобы сделать заветный снимок редкой птицы или удивительного пейзажа. В Бельгии почти не осталось дикой природы. И точно нет таких болот, как это. Вы видите, что ждет практически восстановление болота. Уже пошла осока, белокрыльник. А ведь действительно эти места белорусского полесья пришлось по-настоящему спасать. Совсем недавно кустарники здесь были выше человеческого роста. Стали исчезать птицы и редкие насекомые. Споровская – одно из последних низинных открытых болот в Европе. Ему больше двух тысяч лет. Это кадры двухлетней давности. Современная техника отвоевывает буквально каждый метр болота. Мульчер – такой лесной измельчитель. Работает как пылесос, превращая кусты в мелкие щепки. Для тростника и травы свои агрегаты. Все сорняки из полей перерабатывают в биологическое топливо. У нас основная проблема – это ивовые кусты и ольховые. И в рамках проекта, который реализовывался на нашей территории, в том числе Климаистовского, была приобретена техника, которая позволила нам выполнить работы по удалению этого кустарника с болота. Покупка техники – это лишь часть программы Восточного партнерства Климаист, которая финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН. На белорусских торфяниках Звонец и Споровская – богатейших мест по содержанию углерода. Очистка и переработка древесины в топливные брикеты – один из лучших экосистемных подходов к смягчению последствий изменения климата. За спасение этих мест борются ученые сразу нескольких стран. Наши болота поглощают углерод и, соответственно, наоборот, выдают в атмосферу кислород. И те объемы, которые наши болота поглощают, они исчисляются сотнями тысяч тонн в год. За это время участники проекта очистили почти 4000 гектаров болота и произвели больше 4000 тонн сухой биомассы. Впрочем, одна из главных задач проекта – сделать его эффект устойчивым и даже экономически выгодным. Всю скошенную растительность продают населению. Зелень растет и держит влагу под клубникой, то есть она не высыхает, так быстро земля не пересыхает. И ягоды чистенькие. В хозяйстве Евгения Каштыляна сотни овец. Летом они, конечно, на лугу, а зимой нужно больше 10 тонн сена. Болотная трава – лучший корм, утверждает фермер. Для меня проще и легче, потому что вручную я не косил разнотравье. И я считаю, что это ценный корм. Укосы проводят в конце лета. Сейчас на болото техники заходить нельзя. В период гнездования действительно на торфяниках все чаще слышны птичьи голоса. К заказник вернулись дубели, болотная трава и та самая маленькая камышовка. Когда мы смотрим на конкретно достигнутые результаты, мы думаем, что мы можем совместно гордиться не только со стороны Евросоюза, но и тоже со стороны Беларуси с результатами, которые достигнуты. Это, во-первых, в пользу граждан Беларуси, но это тоже имеет большое влияние на страны Евросоюза. Если мы смотрим, например, воздух из Беларуси, в Европу идет тоже, если мы смотрим реки, которые воды привозят из Беларуси в страны Евросоюза. Поэтому там есть наш общий интерес. За три последних года объем финансирования по линии только одного европейского инструмента соседства составил 91 миллион евро. Результатами работы с Беларусью еврочиновники довольны. Надо лишь больше об этом рассказывать, говорят в Брюсселе, чтобы те, кто нуждается в помощи, понимал, общие проблемы нужно решать сообща. Ирина Никитина, Руслан Подобский, Юрититов, Игорь Хвеченья. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин